Так плохо, что даже хорошо. В чём секрет успеха мокбастеров в студии Asylum? Знаете ли вы, что у Титаника, Трансформеров, Форсажа, Алладина и Дюны есть злой брат-близнец? Иными словами, бюджетная копия фильма, которую по невнимательности вполне можно принять за оригинал. В Лос-Анджелесе вот уже более 20 лет благополучно существует студия Asylum, которая специализируется на создании картин-двойников. Несмотря на сомнительное качество, продукция компании приносит стабильный доход. У неё есть свой узнаваемый стиль, сформировалась преданная фан-база, а некоторые проекты даже добрались до Netflix. В чём же секрет успеха этой неприметной студии, выпускающей фильмы-дубликаты? Студия Asylum возникла в конце 90-х годов. Изначально она специализировалась на независимых драмах и малобюджетных хоррорах. Фильмы обладали скромными художественными достоинствами и справедливо относились к категории B. Они выпускались по модели Direct-to-Video, то есть сразу на видеоносителях, минуя традиционный кинопрокат. Успех был невелик, но его вполне хватило на то, чтобы запустить целую хоррор-франшизу «Пугало». Настоящий прорыв в студии случился в 2005 году благодаря экранизации «Войны миров» Герберта Уэллса. Asylum выпустили свою трактовку культового научно-фантастического романа буквально за день до релиза фильма Стивена Спилберга. Зрители, ожидавшие премьеру, с удивлением обнаруживали фильм в DVD-прокате и... отдавали деньги за просмотр. Конечно, версия Asylum уступала версии Спилберга. В ней отсутствовал Том Круз, а сценарий, постановка, спецэффекты и графика были настолько слабые, что критики вполне заслуженно называли релиз «кучей мусора». Зато Asylum легко окупила свои затраты, ведь в бюджетах фильма составлял всего 1 миллион долларов против спилберговских 130. Так продюсеры Asylum поняли, что нащупали золотую нишу так называемых «мокбастеров» – малобюджетных фильмов, похожих на ожидаемые блокбастеры. Студия стала отслеживать графики крупных релизов и с минимальным бюджетом в ускоренные сроки снимать свои версии популярных историй, забавно искажая названия. Их затраты на фильм укладывались в миллион долларов, а съемочные сроки – в неделю. Чтобы избежать обвинений в плагиате и мошенничестве, авторы нашли простое и эффективное решение. Они стали позиционировать свой продукт как пародию, не запрещенную законом. После «Войны миров» Asylum выпустила больше 200 картин, так или иначе связанных с крупными премьерами. Студия до сих пор умудряется работать в самом широком жанровом диапазоне. От экшена «Трансморферы» и военной драмы «Дюнкеркская операция» до семейного кино «Приключения Алладина» и супергеройского кино «Могучий Тор». Несложно догадаться, какие прокатные хиты пародируются в релизах Asylum. Помимо мокбастеров, у студии есть и более-менее самостоятельные произведения. Одним из самых успешных оригинальных проектов в Asylum стала франшиза «Акулий Торнадо» — абсурдный хоррор о водяном смерче, который поднимает в воздух тысячи акул. Проект включает в себя шесть основных фильмов, несколько спин-оффов, а также компьютерную игру, книги и даже комиксы. «Акулий Торнадо» и другой проект студии, постапокалиптический зомби-сериал «Нация Z» получили поддержку популярного кабельного телеканала «Сайфай», который специализируется на жанре научной фантастики, фэнтези, мистики и хоррорах. А спин-офф «Нации Z» «Чёрное лето» уже вышел на Netflix и даже получил одобрительный отзыв Стивена Кинга. Фильмы студии традиционно собирают рекордно низкие оценки зрителей и критиков. Однако сборов хватает для дальнейшего развития, а фанаты находят в её картинах своеобразное guilty pleasure. Определённо в деятельности Asylum подкупает простота подхода к творчеству, смелость в создании безумных сюжетов и способность к здоровой самоиронии. Кинематографисты вовсе не придерживаются высокого мнения о результатах своей работы, а место своих картин в общей панораме кинематографа определяют следующим образом. Наши фильмы чаще становятся скучными, но не взяты слишком серьезно. Мы видим, что большинство людей, у нас, в частности, обычно просто хотят вернуться домой из тяжелого дня работы. Вы посмотрите, у вас хороший час, и вы никогда не должны думать об этом снова. Asylum выработала не похожий ни на кого способ существования в киноиндустрии. Сегодня студия снимает по дюжине фильмов в год, продолжая придерживаться стратегии мокбастеров, но параллельно выходя и на более серьезный уровень. Практика компании показывает, что количество иногда все-таки переходит в качество. Так что мы с интересом ждем от Asylum новых достижений. Осмотрели ли вы какие-то фильмы этой студии, и что вы о них думаете? Поехали! 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 Show him what it means to be a New Yorker! Let's go kill some sharks!